Давай спросим у людей. Мне кажется, люди тоже так думают, что в тушенке полезного буквально ноль. А вот давай пойдем и спросим. Пойдем, я буду пробовать. Пойдем, давай. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что полезнее? Свежее мясо или тушенка? Свежее мясо. А тушенка полезная вообще? Я думаю, что нет. Смотря кто производитель. Свежее мясо. А тушенка почему менее полезная, как вы думаете? В ней уничтожается все. Все, через термообработку? Через термообработку. Я думаю, что мясо. Вот видишь, все-таки большинство людей не доверяет тушенке. Есть такое дело, есть. В России существует единая государственная информационная система «Меркурий», которая занимается всеми сопроводительными ветеринарными документами на продукцию животного происхождения. В ней обязаны регистрироваться и производители, и перевозчики, и продавцы готовой продукции. Если предприятие работает без этой системы, ему выписывают штраф, и впоследствии его деятельность может быть приостановлена. Поэтому все мясо, которое поступает на предприятие, обязательно имеет документы, подтверждающие проверку государственными ветеринарными врачами. Домашнюю тушенку, которую могут продавать на стихийных рынках, Роспотребнадзор покупать категорически не рекомендует. Вы не знаете, в каких санитарных условиях она была произведена и насколько тщательную тепловую обработку прошла. И самое страшное, такой продукт, если он был плохо стерилизован, может содержать бактерии ботулизма. Их токсины сильнейшие. Предприятия, которые производят тушеное мясо в промышленных условиях, полностью отвечают за микробиологическую безопасность продукта. Дома такие условия создать невозможно.